МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конструктор Андрей Туполев по праву считается отцом советской бомбардировочной авиации. Сегодня вы узнаете о первых машинах, которые принесли славу своему создателю. Особенностью конструкторского таланта Андрея Туполева была его глубокая связь с дореволюционной научно-технической мыслью. Еще в 1909 году профессор Жуковский, читавший лекции по общей теории воздухоплавания в Императорском техническом училище, собрал вокруг себя группу талантливых энтузиастов. Они занимались проектированием и строительством аэропланов. В 1918-м в условиях Гражданской войны по инициативе знаменитого ученого был создан специальный авиационный научный центр. Он получил название ЦАГИ – Центральный аэрогидродинамический институт. В его составе работало опытное конструкторское бюро, которое возглавил Туполев. Туполев Андрей Николаевич – выдающийся авиаконструктор, генерал-полковник-инженер, академик, трижды герой социалистического труда. Годы жизни – 1888-1972. Под его руководством спроектировано свыше 100 типов самолетов, 70 из которых строились серийно. Туполев сначала решает ряд вопросов. Первое, что делает, вместе с Жуковским энергичнейшим образом реализует идею Николая Егоровича по созданию уникального совершенно для мира научно-исследовательского института, который был назван ЦАГИ. Вот до 1936 года все самолеты Туполева были созданы в рамках ЦАГИ, в рамках этого института. Над ними работал институт, не только конструкторское бюро, а весь институт. В первое десятилетие 20 века самая передовая школа авиационных технологий сложилась в Германии. Немецкие металлурги еще до начала Первой мировой войны сумели получить специальный сплав – дюралюминий, который оптимально соответствовал требованиям авиастроения будущего. В 1915 году Гуго-Юнкерс сконструировал свой первый цельнометаллический самолет «Йод-1», названный, не без иронии, «Жестяным ослом». Военные, которые вообще не верили в возможность реализации столь новаторской задачи, все-таки приняли на вооружение эти металлические ящики. Но их количество – 314 штук – было несравнимо с тысячами фанерных бипланов, обшитых полотном. Учитывая достижения германских инженеров и отечественный опыт создания многокрылых летательных аппаратов, бипланов, трипланов, Туполев сделал для себя как авиаконструктора кардинальный вывод – отныне все его творческие помыслы направлены на создание монопланов. Оставалось решить проблему с материалом для строительства машин. В небе по-прежнему господствовали дерево и ткань. Но будущее, по мнению Туполева, было за металлическими конструкциями. В результате, в общем, долголетних размышлений, он пришел к твердому убеждению, что самолеты надо строить из легкого металла. Не из дерева, а из металла. Вторая крупная деятельность Туполева, направленная на решение уже этой задачи, это обеспечение страны производством металлургии легких сплавов. В 1922 году на заводе в поселке Кольчугина под Владимиром совместно с металлургами Туполеву удалось получить сплав, названный «Кольчуг-алюминием». Был сделан первый шаг в направлении создания советских цельнометаллических самолетов. Деятельность КБ была связана с развитием тяжелых самолетов, торпедных катеров и аэросаней. Первыми работами нового коллектива стали самолеты АНТ-1, смешанной металлодеревянной, и АНТ-2 цельнометаллической конструкции. Спортивная авиаэтка АНТ-1 представляла собой одноместный моноплан с двигателем мощностью всего 35 лошадиных сил. В ходе испытаний самолет развил скорость 125 км в час и поднялся на высоту 600 метров. Такие показатели уже никого не удовлетворяли. Поэтому КБ немедленно приступило к проектированию следующего самолета, первого в Советском Союзе цельнометаллического АНТ-2. Второй самолет АНТ-2 был сделан целиком из алюминиевого сплава. То есть целиком цельнометаллический самолет во всех элементах его конструкции. К апрелю 1925 года машина прошла полный цикл испытаний. Скорость достигла 170 км в час. Высота полета увеличилась до 3 км. Это был серьезный успех. Благодаря технологичности и высокой живучести, конструктивная схема АНТ-2 стала базовой для целого поколения самолетов. В середине 20-х годов перед Туполевым и его инженерами была поставлена задача построить боевой самолет цельнометаллической конструкции. Предполагалось использовать его как разведчик, легкий бомбардировщик и самолет огневой поддержки. Работа шла ударными темпами. Между выпуском первого опытного образца и первого серийного самолета АНТ-3 прошло два года. Всего были построены около 100 машин этой конструкции. В 20-е годы советские летчики совершили на АР-3 несколько выдающихся перелетов, подтвердив готовность КБ к решению самых серьезных задач. В 1929 году коллектив Туполева получил от командования ВВС заказ на строительство тяжелого четырехмоторного бомбардировщика. Первый опыт создания многомоторных машин был получен при разработке ТБ-1. По своим компоновочным решениям он во многом определил дальнейшее развитие мирового тяжелого самолетостроения. В декабре 1930 года летчик-испытатель Михаил Громов совершил первый полет на новом самолете. Это был знаменитый небесный линкор АНТ-6 в серийном производстве, получивший индекс ТБ-3. ТБ-3. Тяжелый четырехмоторный бомбардировщик. Длина 24,5 метра. Размах крыльев 42 метра. Максимальная взлетная масса 19 300 килограммов. Силовая установка. Четыре двигателя М17Ф мощностью по 705 лошадиных сил. Максимальная скорость 196 километров в час. Практический потолок 4800 метров. Практическая дальность 2250 километров. Вооружение 6 пулеметов калибра 7,62 миллиметра. Бомбы общим весом до 4 тонн. Экипаж 4 человека. К началу Великой Отечественной войны ТБ-3 уступал новым машинам по многим показателям. Но в качестве ночного фронтового бомбардировщика большой грузоподъемности боевое применение этого самолета было вполне эффективно. Невысокая скорость ТБ-3 стала его достоинством. За счет этого обеспечивалась высокая точность бомбометания. Самолет шел над целью так медленно, что, казалось, зависал в воздухе. Становился на якорь и бросал бомбы в цель, несмотря на обстрел. Совершенно равнодушно пропуская сквозь свое гофрированное тело десятки осколков и даже крупнокалиберные снаряды немецких зениток. ТБ-3 выручала большая прочность конструкции планера. В ночь на 20 марта 1943 года при бомбардировке эшелонов противника на станции Бахмач самолет старшего лейтенанта Алексеева был пойман лучами восьми прожекторов и обстрелян огнем зенитной артиллерии всех калибров. От прямого попадания снаряда загорелся крайний правый мотор. Погасить пожар не удавалось. Однако очередной крупнокалиберный снаряд, попав в крыло, отбил мотор и тот горящим упал на землю. Бомбардировщик выполнил задание и вернулся на свою территорию. ТБ-3 использовался для бомбардировок стратегических объектов, проведения десантных операций, снабжения войск и партизан. В боевой эксплуатации туполевский гигант показывал истинные чудеса. Мог взлетать с перепаханных полей, совершать посадки в снег глубиной до одного метра. Возил на внешней подвеске тяжелые негабаритные грузы, танки Т-38, грузовики ГАЗ-АА, артиллерию. И работал очень активно. Несмотря на скептическое отношение к тихоходному бомбардировщику, которое преобладало в начале войны, ТБ-3 показал себя достойно и внес существенную лепту в достижение победы. Самолет не был списан с боевой работы и по окончании войны. На ТБ-3 продолжали выполнять планы учебно-боевой подготовки вплоть до осени 1946 года. Интересным направлением предвоенной деятельности КБ Туполева было создание тяжелого бомбардировщика, летные характеристики которого сделали бы его неуязвимым для истребителей и зенитной артиллерии противника на высотах более 8 тысяч метров. Тяжелый бомбардировщик такого типа разрабатывался в Туполевском бюро бригадой Петлякова. На этом самолете был применен специальный наддувный агрегат. Был поставлен пятый двигатель с центробежным нагнетателем, который подавал воздух уже под повышенным давлением все остальные четыре установки. Таким образом, этот самолет мог летать на высоте до 10 километров. То есть выше зоны, куда могла достать зенитная артиллерия и куда доставали истребители того времени. Летное испытание ТБ-7, начавшееся в декабре 1936 года, продемонстрировали отличные результаты. На высоте около 8600 метров была достигнута скорость 430 километров в час. ТБ-7, начавшееся в декабре 1936 года,